Хей у народ, вы находитесь на канале Zain Adventure, и сегодня у нас будет обзор на мой новый лего кастом Акроконтозавр. Акроконтозавр я также делал не по какой-то франшизе или что-то такое, то есть это как бы просто, ну, Акроконтозавр. Не совсем даже научно достоверный, но тем не менее, я постарался сделать его максимально правильным и при этом интересным. Итак, давайте же начнем обзор. Делал я его на базе моего старого Акроконтозавра, которого я делал на базе Тирекса, поэтому он с головой Тираннозавра тут, но у неё есть много изменений. Во-первых, я ему срезал тут вот эти вот выступающие кости над глазами, ну, предположим, что это кости были, потому что, типа, да. Также я срезал ему немного вот тут вот, чтобы сделал более гладким, и сделал более гладко ему саму голову тут. Также, в принципе, и с другой стороны. Челюсть у него открывается, в принципе, точно так же, но тут я её немного скруглил. Пасть я ему покрасил в красный, как обычно, и вот тут вот у него на морде присутствуют такие небольшие шрамы. Он может поднять голову немного вверх, может опустить её вниз, и, в принципе, на этом с головой всё. Дальше тело. Что я тут изменил? В принципе, в туловище я только добавил вот такой вот небольшой горб, как было у Акроконтозавров, и вот тут вот немного приподнял ему вот эту вот часть с креплением для головы, чтобы оно смотрелось вот так вот красиво. Хвост я удлинил, как у большинства моих других кастомов, то есть немного удлинил, и сделал вот в таком положении. Вот, как, например, у моего Акроконтозавра или Индоминус Рекса. Лапа у него, в принципе, от обычного тираннозавра, но добавил я им третий палец вот сюда. Ну и ноги, в принципе, почти никак не поменялись, кроме того, что я тут вот немного их нарастил, чтобы они стали немного повыше. Акрас я ему взял вот такой вот. Ориентировался я на самом деле на GVE, то есть брал окрасы GVE, но при этом сделал что-то своё. То есть он вот с таким вот песочным брюхом, тут такая вот светло-синяя полоса, точнее, даже можно сказать не полоса, а он просто у него бок синий такой. И спина у него более тёмная такая синяя, с вот такими вот голубыми полосками, которые я ещё тут обвёл бледно-фиолетовым, чтобы они лучше выделялись и были более интересными. Также у него эти полосы есть вот тут вот и под глазом, и вот тут вот тоже. Ну и, в принципе, я думаю, про эту фигурку больше сказать нечего. Теперь давайте посмотрим, как она собирается. Итак, вот эта фигурка состоит из восьми частей, и собираем её, как обычно, с головы. Присоединяем нижнюю челюсть к верхней, готово. Далее давайте поставим это всё на туловище, ставим сюда. Присоединим ему хвост, также ставим. Ставим ему ноги, левую и правую. Далее присоединяем ему лапки, правую и левую. И финальный штрих – это его вот этот вот фирменный горб. Всё, горб на месте, и акроконтозавр собран. Теперь давайте посмотрим на него в сравнении с другими фигурками. Ну а для первого сравнения давайте возьмём того, с кем он находится в одном семействе, а именно кархарадонтозавра. Кархарадонтозавр вы видели в моих предыдущих обзорах, ссылку, если что, я оставлю в подсказках. Ну и давайте же посмотрим на них в сравнении. Ставим их рядом, и я уже вижу, что кархарадонтозавр немного больше, чем акроконтозавр. Поставлю их вот так вот рядом, и даже тут можно увидеть, что у кархарадонтозавра немного выпирает переднюю челюсть, а значит он больше. А всё из-за чего? А потому что ему я именно удлинял тело вот сюда вот, а акроконтозавру я его немного поднял вот тут, в переднюю часть, чтобы сделать типа шею. И также у карха я использовал голову индоминуса, а у акроконтозавра тирекса, а голова тирекса, как вы знаете, немного короче. Поэтому он получился вот как-то примерно вот так вот. Далее для сравнения давайте поставим тираннозавра бака. Ставим их вот так вот рядом. И как мы можем видеть, всё равно тирекс немного будет побольше, потому что у него я также удлинял тело в длину, а у акроконтозавра по диагонали как-то. Но если их вот так вот поставить рядом друг с другом, то мы можем увидеть, насколько примерно тирекс больше. А больше он примерно вот настолько вот, то есть не особо. Чтобы сравнение было не таким коротким, я предлагаю поставить сюда ещё и трицератопса, но как вы можете увидеть, он намного меньше, чем остальные из тех, кого я показал, и меньше акроконтозавра в том числе. Ну и под конец я предлагаю вам поставить аллора титана, как какого-нибудь гадрозавра для сравнения. И как мы можем увидеть, аллора титан уже гораздо больше, чем трицератопс в сравнении с акроконтозавром, но всё равно, как мы можем увидеть, он меньше, чем он и гораздо ниже. То есть он тоже для него был бы только лишь добычей. Ну а теперь можно посмотреть, как я делал эту фигурку. Началось всё с того, что я распилил своего старого акрикантазавра на две части, а именно ему немного поднял вот так вот часть с креплением головы, также ему немного удлинил хвост и сделал повыше ноги, но голова пока осталась без изменений. Дальше я сделал уже немного скульпта на голове и скульпт также на тех частях, которые я разрезал. После чего я добавил ему небольшие такие вот рожки и парус, который можно уже было тогда отсоединять. Далее я зашкурил, загрунтовал фигурку, но это, к сожалению, не снял и начал его красить. Сначала покрасил в основной тёмно-синий цвет и брюхо вот в такой вот песочный. Далее покрасил ему парус и небольшую часть спины в чёрный цвет и сделал вот такой вот светло-синий ему по боку. А дальше уже начал добавлять детали в виде полос, когтей, глаза, покрасил ему рот и зубы и добавил ему шрам. Ну и после этого кастом готов. Ну а на этом у меня всё. Если вам понравилось это видео, то вы можете поставить ему лайк. Ну а если вы не хотите пропустить следующих видео на моём канале, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик. Ну а с вами был я, TheInAdventure. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok